Как построить дом? Проблему освоения бесплатных земельных участков, выданных многодетным семьям, наиболее остро ощущают городские жители. Полученные участки пустуют из-за отсутствия света и воды. Как будет решена проблема, узнала Туяра Филиппова. Отец многодетной семьи Василий Дичковский с утра как белка в колесе. Проводив жену и троих старших детей на учебу, готовит завтрак для двухлетней Вики. Очередь в садик в нее еще не подошла. В другой очереди на землю семья состояла еще когда младшенька и в планах не было. Долгожданный участок получили, но строиться пока не собираются. Очень далеко. Там ни электричества, ни дороги, ни воды нет. Устроиться не будем. Этот земельный участок будет стоять пока как капитал. И таких, как семья Дичковских, в Якутске много. Из трех с половиной тысяч многодетных семей, получивших участки, только 553 имеют возможность подключиться к сетям электроснабжения. А в очереди состоит еще около трех тысяч семей. Ежемесячно она увеличивается порядка 60 человек. Нами достаточно уже давно проводится работа по переводу земель лесного фонда в земли сельскохозяйственное значение для последующего распределения их многодетным гражданам. Но перспектива, к сожалению, достаточно туманная. Земли лесного фонда федеральное ведомство не спешит передавать муниципалитетам. В ноябре вышел указ главы республики, согласно которому правительству дано поручение обеспечить в течение трех лет необходимой инфраструктурой земельные участки, предоставленные семьям до 10 ноября этого года. Радует то, что лед тронулся и обещания пошли уже в действие. Егор Афанасьевич в личной встрече с многодетными обещал, что бюджет будет заложен. Якутская гордума выступила за инициативой предоставить право выборам многодетным. Вместо земельного участка получить денежные средства или другие виды социальной поддержки. Денежная компенсация составляет минимальная, скажем, где-то 286 тысяч рублей на оформление одного земельного участка. Миллиард 93 миллиона требуется для того, чтобы инфраструктурой только обеспечить те участки, которые мы можем предоставить. Мы же понимаете, получается, что человек взамен, то есть они уйдут с очереди, и очередь наконец-то начнет двигаться, уменьшаться. Одновременно городские власти решают проблему обеспечения инфраструктурой выделенных участков с помощью внесения поправок в соответствующую муниципальную программу. Так, в этом году, чтобы обеспечить газом и светом 3000 участков, будет освоено 20 миллионов рублей.